Всех, кто приезжает на Святую гору Афон, поражает ее удивительная красота. Скалистые склоны на морском побережье, цветы и деревья, разнообразная фауна. Увидеть это могут только мужчины, ведь женщинам въезд на Афон закрыт. А вот выставка фотографа Коста Саосимиса, которая путешествует по городам и странам уже несколько лет, помогает всем без исключения окунуться в этот прекрасный мир, который больше тысячи лет является центром православного монашества. Особенность Афона в том, что он никогда не прекращал своего молитвенного делания. Более тысячи лет представители, особенно всех славянских народов, греки, румынии, болгары, сербы, многие-многие имеют там свои монастыри. И Афон дал толчоке русскому монашеству. Творчество Коста Саосимиса уже более 40 лет связано с Афоном. Фотохудожник не только делает снимки быта монахов природы, но и восстанавливает архивные фото, которые сохранились на стеклах. Большинство из них были в плачевном состоянии, но мастер отреставрировал их. Вот так видите, как они были пошарпаны, сломаны стекла. И после реставрации фотошопировали, если по фотошопировали, появляются все эти улицы. В Балаково выставка Коста Саосимиса прибыла при содействии Фосагра. Уже много лет компания уделяет внимание развитию духовности, восстанавливает православные святыни в городах своего присутствия, а также строит храмы вблизи своих предприятий. Одной из ключевых ценностей нашей компании является духовность. Потому что именно человек духовный, верующий, способен создать обычные земные блага. Вот и на фотографиях Коста Саосимиса обычная жизнь Афона. Вот монахи собирают урожай, замешивают тесто для хлеба, что-то обсуждают. На этот закат они любуются, размышляя над быстротечностью времени. А вот и сами герои в галерее портретов. Посмотрите на лица этих людей. Ни в коем из них вы не найдете и тени какой-то злобы, или зависти, или еще чего-нибудь. То есть настолько детские святые лица этих людей, которые многие десятилетия провели молитвы. Портрет трудно снимать. Но в данный момент эти портреты все сняты не в салоне, не салонные портреты, как мы обычно фотографии принимаем, а сделаны репортажные. Поэтому те мгновения, которые, как говорится, он запечатлел, это на века. Открытие выставки прошло необычно. Автор фотографий сам провел первую экскурсию для гостей. Атмосферу, располагающую к размышлениям, создавал хор, исполняющий церковное песнопение. Кто-то любовался пейзажами, кто-то вглядывался в лица монахов на портретах. И каждый присутствующий чувствовал, такой далекий Афон становится ближе. У нас практически уничтожен культурный код. Да, то есть у нас рушили храмы, у нас репрессировали людей, у нас разрывали семейные связи. И для нас Афон – это такой духовный отец. Афон – это и земля, это и люди, и вера, и архитектура, и природа. И как раз на этой выставке все это собрано. Свои эмоции и пожелания автору гости выставки оставляли в книге отзывов. Ее Костас Асимис заберет на Афон. Многие писали о том, что хотели бы сами увидеть Святую Гору, пообщаться с живущими там людьми. Слова благодарности за то, что можно было здесь посмотреть, вот именно действительно эти виды горы Афон, то, что сегодня рассказывали. И очень много нового, на самом деле интересного, фактов, моментов, услышал, узнал, где-то в интернете я прочитал, что в Афон надо ехать, как на деревню к дедушке. Не надо не специально готовиться или еще что-то, а просто надо туда приехать. И как там один старец тоже, я читал, сказал, что когда человек переезжает первый раз в Афон, он должен слушать и внимать. Когда он приехал на второй раз, он должен слушать и смотреть. И только когда он приехал в третий раз, он может что-то сказать. Уникальная выставка «Наш Афон» будет открыта в городском выставочном зале до 24 октября. Увидеть фотоработы смогут все желающие. Вход бесплатный. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!